В тех условиях, которые есть в России, при том преследовании активистов, при том преследовании неугодных Путину и тех, кто выступает против режима, как сейчас сами россияне могут повлиять на то, чтобы остановить войну против Украины? На самом деле это очень сложный вопрос. На мой взгляд, лучше украинской армии, лучше поддержки союзников Украины, сегодня это американцы со своим ленд-лизом, союзники американцев по блоку НАТО, лучше у них никто не справится с ситуацией внутри страны, потому что в России Путин уже давно устраивает репрессии против неугодных. То есть те люди, которые выступают против войны, которые выходили, которые не поддерживают Путина, это такой класс условно европейских русских, которые выдавлен, подавлен, задавлен, посажен, оштрафован и так далее. И сколько бы не выходили наши сторонники в Москве и других городах, они будут просто жестоко разогнаны, скорее всего лишатся работы, будут оштрафованы, будут выдавлены из страны и посажены. Но Путин действительно и кремлевский режим очень боятся другого протеста, протеста так называемого коллективного Уралвагонзавода. Это, собственно, тот класс, на кого Путин и путинский режим всегда опирался. И даже небольшие проявления, так сказать, недовольства, ну, например, когда у нас были проблемы с пандемией, и когда власти хотели вводить локдаун, именно этот класс вышел против, и митинги были незначительные, немногочисленные, но, тем не менее, режим остановил ряд там законов, связанных как раз именно с борьбой с пандемией. То есть, например, там, отменил запрет на ношение масок, локдаунов, там, и так далее. Вот, так что, вот когда эти люди выйдут протестовать, вот тогда режима будет достаточно сложным. Пока эти люди смотрят телевизор, пока они бездействуют, режим, в принципе, может спокойно подавлять любые другие протесты. И, на мой взгляд, летом, когда санкции почувствует основная часть населения, вот именно среди коллективного Росвагонзавода, да, Уралвагонзавода, будут расти вот эти протестные настроения. Там, сейчас, кризис, сейчас санкции ударили в основном по среднему классу, по людям, которые, ну, грубо говоря, одеваются в Заре, смотрят Netflix, покупают мебель из Икеи. Вот, вот эти люди больше всех пострадали. Но эти люди и так против Путина, эти люди и так против войны выступают. Так что ждем момента, когда санкции начнут действовать. Ну, как бы не ждем, а, конечно, рассказываем правду, распространяем информацию, снимаем ролики. Вот, но мне кажется, что именно вот летом, ближе к сентябрю, как раз ядро путинской поддержки может поменять свой вектор.